здравствуйте друзья доброе утро я подумал что поговорим к мы сегодня о легальные иммиграции и не в том плане что вот она как бы усиливает америку и так далее это все известно то есть как бы иммигранты много чего сделали в этой стране и мы знаем что когда создаются новые рабочие места то чуть ли там не 70 процентов новых заново созданных рабочих мест занимают иммигранты то есть если бы не было иммигрантов то собственно и невозможно было бы создавать эти новые рабочие места усиливать экономику и тогда это есть можно такой существенный такой разговор вести о том как как замечательно что есть иммиграции это правда то есть как бы в америке никто никогда не говорил что иммиграция стране вредит но правда сейчас говорят да сейчас говорят что вредит но это такого никогда раньше не было вот ради что сто лет назад итог это уже так много что надо бы передохнуть вот такой был разговор значит я хочу с другой стороны на это глянуть и вот это вот знаете по достоинствам да вот это вот иммиграция сейчас говорят вот надо там по очкам там потом по баллам там надо привозить значит страну людей которые с образованием там еще с чем-то нужны экономики а я вот хочу сказать почему бы стране не иметь некоторые системы производства собственных инженеров например или там ученых в естественно научных областях почему мы собственно привозим со всего мира я да я же не говорю про уровень того сергея брина или там илона маска нет но и сергей брин и илон маск попали бы в соединенные штаты просто там вот как по одаренности до экстраординарные я не говорю про экстраординарных я говорю про просто так но вот посмотрите например из тех 65 тысяч или там пусть даже 85 тысяч вместе с теми кто получил степень мастера в сша вот 85 тысяч год плюс их супруги соответственно там и там дети и так далее то есть существенное количество людей так вот из этих людей сколько там уникальных специалистов вот по визе h1b сколько таких которых вот фиг вырастешь там в стране с трехсот тридцати миллионным населением так такой как соединенные штаты значит ведь что происходит в страну привозят людей которые для нее пока еще не сделали ничего они жили где-то в индии там может других местах но вот на 70 процентов 75 процентов тех кто по рабочим визам те из индии сейчас вот они приезжают они сразу получают такие чудовищные деньги которые там скажем девяносто восьми процентам американцев не снились девяносто пяти процентам не снились те самые люди которые вот говорят хватит иммиграции для которых иммиграция это то что отнимает их рабочие места вот те кто голосовал за трампа те кто голосовал против легальной иммиграции по тем есть люди которые вообще без понятия они думают что речь идет о нелегальной иммиграции нет речь идет о легальной иммиграции в не меньшей степени чем нелегальной, то есть нелегальную иммиграцию, и иммиграции это назвать нельзя. Какая же ты иммиграция? Это вот, есть некоторые нарушения закона, каким-то образом люди в нарушение закона проникают на территорию, это не иммиграция. А вот иммиграция, настоящая иммиграция, вот, значит, она как бы достала простого человека, потому что простой человек остается не просто простым, как бы становится все проще и проще потому что как бы за бортом остается в этой жизни разве американец которого там вырос там где-нибудь не знаю там в кентаке он когда-нибудь получит зарплату 200 тысяч пройти а зачем его учить зачем его развивать зачем в него деньги вкладывать когда можно вот из индии привести пусть он 200000 получает 250 и больше пусть эти люди приедут и и и получат почему у нас не осталось вообще инженеров в стране вот я помню но когда у меня когда моя дочь училась в беркли ну там пусть будет 20 лет назад вот 20 лет назад у меня девочка там поступила в университет хороший день я спрашиваю слушай а вот там но не тусовка большая русская там и вот я спрашиваю слушая а вот те ребят которые учатся на там электрикол инжиниринг или там на компьютер сайт они кто там американцы есть там она где ты знаешь практически нет я вак тоже учиться на электрикол инжиниринг и компьютер сайт но вот либо русские ли вновь но русских не так много но там индусы китайцы американцы не вот я чего так но вот не идут но вот как то так значит сложно там учиться вот они может быть там на бизнес администрейшн куриноте тут это те кто попроще а те кто талант те кто действительно крутые вот не идут в инжиниринг правда они не тут в другом месте больше денег платить в другом месте как-то покруче адвокатура медицина знаете значит каким-то образом так устроено что люди заканчивают среднюю школу американскую да и они далеко находятся от математики от физики от химии от биологии они получают всякие гранты для того чтобы учиться в университетах на профессии пока на которых вообще ну как бы бессмысленно просто выкинутые деньги нет работы очень низкая отдача почему же они нет не дают деньги не создает усиленные какие-то программы для того чтобы американский молодняк учил математику физику химию биологию почему надо их привести откуда-то я не я не к тому что не надо привести я к тому что чего же мы собственности не делаем а в значительной степени мы собственных не делаем потому что нам есть откуда привести когда говорят про нелегальную иммиграцию с одной стороны есть такой разговор что вот ну хорошо но если мы сейчас уберем нелегальных иммигрантов у нас некому будет урожай собирать ну кто кто будет вот это по полям там за клубничками наклоняться пойти это же сложно все нет людей таких с другой стороны говорят другие люди говорят если бы не было нелегальных иммигрантов давным-давно уже пошли бы технологии которые позволяют снизить резко количество ручной рабочей силы и в этом тоже есть правда я как-то с мужиком одним беседовал из израиля правда и он говорит что каждый раз когда обострение там и перекрывают вот этот забор ну как двери закрывают для палестинцев чтобы они могли могли приходить в израиль работать там и так сразу появляются какие-то средства механизации а так вот если есть человек который за три копейки там тачку катает так он вечно будет тачку катать в общем к вопросам в эмиграции я я хочу сказать что в том смысле в каком наша экономика это скорее даже не экономика может быть наша политика такова что мы будем лучше брать кадры из-за рубежа чем у себя их готовить если наша как бы политическая система она в купе с экономической рассчитаны на то что мы их откуда-то привезем они будем производить так мы их не будем никогда производить это не значит что мы не должны создавать условия чтобы к нам приезжали самые лучшие самые светлые самые замечательные со всего мира об этом даже речи нет пусть приезжают пусть пусть работают пусть им будет хорошо и так далее так далее но мы-то сегодня не это везем львиная доля того что мы везем это не самые 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 это обычные обычные просто находящиеся вот в какой-то профессии просто какая-то там профессия вот и и и путь да мы по 200 тысяч я помню вот в конце 90 по 200 тысяч в год квота была экономики нужны люди почему американские люди не нужны нашей экономики почему почему экономики нужны люди из других стран понимаете поэтому вот собственно и все и сколько бы не скрещивали копья на тему об эмиграции а в ее вреде а ее пользе там и так далее и так далее мы не приближаемся не на микрон не на микрон к к тому чтобы американцам дать достойные работы достойное образование достойное будущее так далее так далее вот они они думали что им сейчас вот вот сейчас придет там не бог не царь и не герои что такое для них сделает не сделает потому что над этим должно работать все общество общество должно сказать в первую очередь мы работаем на то чтобы наше население наше население те кто уже тут чтобы они хорошо жили они те кто один процент до чтобы те чтобы те жили хорошо один процент и так неплохо живет конечно он хочет жить еще лучше мы мы это понимаем вот под это обираются остальные которые должны из своих налогов заплатить чтобы вот этим вот полтора триллиона дали чтобы они купили на них еще больше своих акций чтобы те акции еще больше выросли в цене и так далее и так далее давайте заплатить давайте проплатим им полтора триллиона значит вопрос о том почему американцы не живут ну особенно в некоторых местах я бы сказал застойных таких отстойных почему они там не живут по-человечески потому что вся система так построена чтобы по-человечески не жить точнее не то что специальные кто-то туда загнал но в той мере в какой они вот как бы позволяют системе так работать в отношении их ну так система только рада ну господи вот этот один процент очень рад они с удовольствием из этих полутора триллиона подстегнут какую-то сумму там в избирательные фонды чтобы ничего не менялось они не отстегнут на образование не это это как бы совершенно не не из не из той оперы вот собственно и все как там гать people хавает вот пока people будет хавать значит вот так собственно и будет происходить такое вот наблюдение счастливо друзья